Ребята, у меня такой видон сейчас. Мне какая-то она говорит, ты так на свою маму похожа. Я говорю, да? Девчонки, в шортах, в кимоно, зато в косынке. Ну просто вся вспотела, волосы такие стали. Ба, сейчас, короче, ходила посмотреть, как мой павлин. Не знаю, девчонки. Даже не знаю. У меня тут срач такой, девчата. Это вообще. Так, чуть-чуть вот так сделаю. Буду делать баклажанную икру. Девочки, чуть-чуть сделаю. Я там много не купила. Нагрела хорошенько сковородку. Но я буду показывать, как я делаю, да? У меня, наверное, есть плейлистов. Но если нет, я думаю, что есть. Сегодня просто чуть-чуть. Вот так масло. И буду жарить баклажан. Вы готовьте, как вы считаете нужным, да? Я готовлю так, как я готовлю. У каждой хозяйки свой рецепт. Это чуть-чуть толстый. У каждой хозяйки свой рецепт. И никого удивлять я не собираюсь. Просто я вам делаю видео. Баклажаны, как вот, честное слово, девчата, вкуснее этих баклажанов я не ела. Вот. Оставляю специально вот так. А вот тут у меня эмалированная кастрюлечка. Такая, знаете, с крышечкой. Сейчас я ее открою. И вот по чуть-чуть, по чуть-чуть жарю. И вот сюда. Как это вкусно на самом деле. Максимально стараюсь, чтобы она была жареная. Да, и вот потихоньку я вот так вытаскиваю. Неудобно с этой, да? Вот так, и на бумажечку. Знаете, чтобы она отдала весь, всю масло. Вот так я его вылавливаю потихоньку. И вот так весь баклажан. Ну, синенький, да? Это рецепт не мой, девчата. Это вот так моя мама готовила. И это было безумно. Но моя мама еще с мясом его делала. Отдельно мясо жарилось. А потом это все, она туда. У меня же мама такая расходится. Вообще у нас в Дагестане девчата. И я не хочу сказать только в Дагестане, да? Но где бы я ни была, девчонки, как в Дагестане, может, мне просто не везло. Потому что в Дагестане я нигде так вкусно не ела. Очень. И азербайджанцы тоже очень хорошо готовят. У меня подруга азербайджанка. Она тоже очень хорошо готовит. Вы же знаете, что баклажан берет очень много масла, да? И вот по чуть-чуть самое главное, чтобы она... Вот здесь два баклажана. У меня три болгарских перца. Я без морковки сегодня. Хотя у меня мама иногда добавляла морковку, иногда нет. Вот состав, да? Две, два баклажана. Сейчас я вам два синеньких. Вот сейчас я вам показываю. Помидор. Три помидора. Я вот так нарезала. Три луковицы. Вот таких, которые там стоят. Вот таких три луковицы. Один болгарский перец желтый. Синий, синий, зеленый и красный. И вот это все. И, конечно, масло. Но масло лучше, конечно, оливковое, девчата. Но у меня нету сегодня оливкового масла. Вот как бы странно это ни звучало, нету, девочки. И некоторые добавляют чеснок, некоторые не добавляют чеснок. Это уже на ваше усмотрение. Не солим, ничего. Ждем пока вот она все масла. Вот сейчас баклажаны я вот так на салфетку кухонную. Вот так выкладываю. И она потом все оттечет. И я ее сюда в эту кастрюлю. А потом уже опять салфетку меняю. И вот так все жарю. Но я вам сейчас подробно покажу. Ну, вы поняли, да, как я баклажаны жарю? Вот так баклажаны. Теперь, когда дожарю, обратно выйду. Вот, друзья, баклажаны я уже пожарила. Вот это последняя порция, которая у меня тут. Сейчас вот этот баклажан тоже сюда. Салфетку я меняю. Весь жир она взяла. То, что должно быть. Вот так поставлю новую кухонную салфетку. Чуть-чуть посолю. Вот видите, один в один баклажан. Один в один. Видите, она как картошка. Хрустящая все. Один в один. Закрываю крышку. И теперь приступаю уже жарить лук. Новое кухонное полотенчико я сюда ставлю. Вот так. И теперь лук. Но лук не обязательно потихонечку. Лук самое главное. Вы знаете, он хорошо жарится. Он кашей не становится. Так что лук можно вот так. Весь лучок. Это сладкий лук. Знаете, я делюсь с вами, ребята. Вы же знаете, я не повар, ничего. Ну, то, что я там увидела у мамы. То, что большинство я готовлю, как у нас дома готовили. Там в интернете беру иногда какие-то заметки, да. А так стараюсь готовить, как у нас в доме готовили. Сейчас я кусочек сливочного масла сюда кину. Вот что я вам хочу сказать. Сегодня, сегодняшний день все помешались в быстром уготовке. Ой, быстро, 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 быстро и все. Но я вам скажу одну вещь. Вот как на медленном огне, спокойно, тихо, потихоньку жарят, потихоньку готовят. Если, например, даже соус, борщ на медленном огне перемешивают любовью и потихонечку, это разве можно сравниться? Это не сравниться. Сейчас любят, ой, быстрее, ой, время вы мне, я там сделала пару рецептов, и там столько комментариев. Уснуть можно, это можно. Но если вы готовите за 3 минуты, это вот такая у вас, наверное, еда. За 3 минуты даже ты ставишь сладкий чай, хлеб, масло, намажешь это все, и то больше 3 минут уходит. Не говорите вы мне, что можно сготовить нормальное, достойное блюдо за 5 минут, за 6 минут. Да, конечно, нет. Вы знаете, чтобы сготовить вот это блюдо, у меня, наверное, уйдет полтора часа. Ну, разве моя семья этого не достойна? Покушать вкусно, покушать полезно и хорошо. Разве вы сравниваете, как готовили наши прабабушки, как готовили наши бабушки, родители, как они спокойно, тихо, это какой-то обряд даже был. Мы все садились и чистили, крошили, вот это все. Это просто было что-то как традиция, да, особенно на выходные, да, сготовить. А сейчас это молодежь. В ресторан вот идешь, в любой ресторан, там же не заморачивайся, там чем быстрее, тем лучше, да. И быстро-быстро сготовили, и все. Ну, разве как домашнее блюдо где-то есть? Нету, конечно. Куда я только не ходила кушать, я вам серьезно говорю, как дома никто не готовит. Дома ты потихоньку, со всей любовью. Это же для семьи. А что важнее семьи есть? Ничего нету. Так что вы не нервничайте, особенно молодежь. Сегодняшний день красится час, зато сготовить хотят за 15 минут. А свое лицо час они припудривают, час они запудривают. Идешь на маникюр, два часа им несложно отдать на маникюр, зато сготовить хороший борщ они хотят за полчаса. Ну, как-то так, да. Сейчас уже как-то все поменялось, и это все неправильно, я считаю. Я люблю готовить, даже если я не люблю готовить, но я хочу, чтобы было так вкусно. Поэтому мой муж мне говорит, ой, Наталья, оставь, да, я говорю, давай там покушай, давай, оставь, да, сготовь, да ты сама. Сготовь, да ты сама. Вот, это же, это же просто чудо, когда ты вот сготовила, и у тебя так это вкусно получилось. Я же тоже не дурная, я же тоже пробую, я тоже знаю, как можно это сравниться. Вот так все, почему по отдельности, чтобы каша не была, чтобы каждый продукт чувствовался, понимаете. Я вас не уговариваю, вы можете делать хоть за 3 минуты свою еду, да. Ну, кто, кто попробует вот так на тихом огне, на спокойном огне, тихо, вот так не помешивать, ну, не знаю, разве можно это сравнить. Конечно, нет. Вот так. Сейчас лук готовится, и в кастрюлечку. И потом вот так потихоньку каждый ингредиент. Желтый, болгарский перец отдельно, зеленый отдельно, красный отдельно. Потом все это в кастрюлю, потом помидоры. Помидоры посолю, сахар, ну, я все покажу. Вот, оно уже почти готово. Разывается, с того цвета. Вот так, на полотенчика. Самое главное, чтобы не загорело. Ну, хоть я набереги на магний, но все равно это же газ. Вот так. Я забыла сказать, после каждого, как я жарю, я обязательно убираю все это масло. Масло свежее наливаю. Вытираю сковородку просто полотенчиком. И наливаю свежее масло. Я сковородку не мою, просто полотенчиком раньше и мыла, девочки. Вот, теперь болгарский перец. По одному, по одному, вот так. Знаете, один цвет, потом другой цвет. Я желтый никогда не ставила, девчата. Просто сейчас прошло вот в коробочке три штуки, да, вот желтый, зеленый и красный. И поэтому, ну, не думаю, что будет хуже. Всегда мы ставили только зеленый. Ага, здесь еще лук чуть-чуть остался, но надеюсь, что ничего не будет. Все, теперь вот так подходим и это жарим. Ничего здесь сложного нету. Он у меня не желтый, он у меня какой-то коричневый получается. Я первый раз жарю желтый перец. Я люблю болгарский перец, даже просто вот, знаете, девчата, просто вот так покушать. Так, надо было на то, но ладно. Полотенчико я опять чистое поставила, чтобы, ну, все масло с себя брало. Масло сейчас менять не буду, потому что это же болгарский перец, другого просто цвета и все. Вот так сейчас вот это тоже откопает. Я сразу его в горячем виде. Если вы видели, какое полотенце все в масле, каждый раз как меняю. Ну, чтобы просто не было столько масла там в этом блюде, да, чтобы такое, когда сильно жирное, мне тоже не нравится. Вот так. Это мой лук. Вот, теперь. Ну, теперь зеленый. Потому что если красный брошь, вы же знаете, он цвет сразу дает. Ну, вот осталось чуть-чуть. Вот только перец и потом помидоры, и все. И все готово. Я души покушаю. Пока мой муж с работы еще не пошел. Пойдемте и покушаю. Вот так потихоньку. Жарим. Вот, ребята, наконец-таки заканчиваем. Расталась красная, камидоры, и все. И это будет шестом дождь. Конечно, потом мне печку мыть, и все это. Ну, она стоит этого. Я же его каждый день готовлю. Вот сейчас готовлю. Потом раз в холодильник, и можно 3-4 дня кушать. А если много сделаете, можете даже в морозильник. Потом ничего с ним не становится. Ну, так. Сейчас красный перец пожарится. И помидорчик, и все. Так, девчата, вот сейчас теперь помидоры. Помидоры я буду, конечно, жарить чуть-чуть на сливочное масло, потому что зажарка, и так как зажарка получается, все идет туда. Сейчас раскоплю сливочное масло. Закину помидоры. Хороший кусок сливочного масла. Поочистила сковородочку, все. Вот так. Это уже все. Тоже, как говорится, маскинку. Ничего сложного, конечно, нет. Вот просто нужно чуть-чуть выливать. И все. Так. Сейчас водичка вся уйдет. Соль. Сахар. Это, чтобы кислоты просто убрала. Потому что это помидоры свежие. И черный молотый перец. Попертили хорошенько. Теперь один лавровый лист такой хорошенький. Чуть-чуть вот такого помидора тоже. И вот на медленном огне будем ждать, чтобы она хорошенько потушилась. Ребята, вы можете добавлять все, что вы хотите. Понимаете? И зелени, и все, что вы хотите. Но зелень, это, конечно, потом. Вазилик у нас добавляют. Вот. В Испании. Я не знаю, как на русском. Но это тоже так же и будет. Вазилик. Помидоры. Самое главное, чтобы они сделались. Чтобы они не были жидкими. И вот это все. Сейчас на медленном огне. Сейчас я вот так она чуть-чуть покипит, если бы убавил газ. И вот так я его поставлю где-то, ну, наверное, минуты три. Газ убавили. Ну, вот так. Некоторый чеснок сухой добавляют. Вы добавляете все, что вы считаете. Я не люблю много специй. Вообще, очень редко добавляю специй. Вот так ждем. Пока помидоры станут мягкими. Вся вода выкиплела. Ну, не вода, а сок. То, что было. Вот смотрите, как он уже густоватый. Уже помидоры мягкие. Сейчас я сделала побольше огонь. И вот так. Уже все готово. Готово. Горяча-то все готово. Ну, вот так, ребята. Сейчас залью эту жижу. На вкус я попробовала. Помидоры. Очень даже вкусно, сладко. Знаете, очень вкусные помидоры. У них и вид такой был вкусный. Так. Сейчас потихонечку. Потихонечку помешаю. Самое главное, чтобы каши не было. Вот так. Потихонечку. Сниму этот лауровый лист. Вот так сделаю, а то мне не нравится. И, ребята, сейчас я попробую. Да, обалденный вид. Он еще остается чуть-чуть. Так, возьму ложечку и попробую. Вилочку, да? Блин, я еще хочу. Ферсик, просто прелесть. Вот, доверяйте. Ну, как может быть невкусно, если там все такое, то, что нужно. Вот, готовьте, ребята, любовью. И большое вам спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за вашу поддержку. Спасибо.